По данным Всемирной организации здравоохранения, около 235 миллионов человек страдают от астмы. Это самый распространенный хронический недуг среди детей. Практически у 7% белорусов диагностируют болезнь бронхов, в то время как в некоторых странах цифра достигает 40%. В Бресте, благодаря заблаговременной диагностике, количество поступающих на стационарное лечение с обострением астмы небольшое. Это обусловлено тем, что увеличилось выявление болезни на ранних стадиях. Мощной базой развития аллергизации является образ жизни и характер питания. Впрочем, как и эта база, абсолютно для всех заболеваний. Но именно для детского возраста закладывается предрасположенность к аллергии, начиная еще с внутриутробного развития. То есть как у мамы протекала беременность и вообще еще даже до беременности, как сама эта мама питалась. Насколько полноценный качественный рацион питания, насколько тяжело она переносила или наоборот хорошо переносила беременность. Вылили у нее проявление токсикоза. Как она поддерживала себя во время беременности и периода лактации. Чем она подпитывала, поддерживала свой организм для того, чтобы из ее организма ребенок получал питательные вещества. Заболевание дыхательных путей не щадит ни взрослых, ни детей. Однако, несмотря на то, что полностью астму вылечить нельзя, постоянный контроль над ней позволяет жить полноценной жизнью. Но, как говорят врачи, дышать полной грудью. Когда нам выставляют диагноз бронхиальная астма, это пугает. И мы сразу представляем себе этих бабушек и дедушек, которые глотали гормоны таблетированные, задыхались и в конце концов умирали от осложнений болезни. На сегодняшний день, слава богу, у нас есть большое количество лекарственных препаратов, которые способны астму контролировать. И человек чувствует себя как здоровый. Ну, первое, что надо сделать, это убрать факторы, провоцирующие астму. Убрать аллергены по возможности. Это идти к аллергологу, беседовать, выявлять эти аллергены и убирать их. Второе, это обязательное использование, если вам доктор назначает, базисной терапии. Быть бережным, бдительным и внимательным к своему здоровью – три критерия, обратив внимание на которые, можно выявить болезнь на ранней стадии, а может и вовсе избежать встречи с неприятным недугом. Ваше здоровье в ваших руках. Субтитры создавал DimaTorzok